А какова основа мы говорили на прошлом уроке? Слушаться и подчиняться правителям. И противопоречием этой основе является выход против правителя неподчинением. Но также это не говорит о том, что мы должны подчиняться в том, что противоречит шариату в грифе. И также мы не должны молчать или поддерживать то, что является порицаемым, заблуждением. И также не является правильным порицать правителей, стоя на мембарах. Поэтому вы держите в середине. То есть также мы не должны небрежно относиться к вещам, которые кажутся нам мелкими. Потому что они могут привести к более серьезным последствиям. То есть также следующее основа является то, что мы должны разделять между учеными, ахли-сунн, ахли-сунн, ахли-сунн и истинными учеными. И, к сожалению, наши дни все перемешалось. И, как мы сможем отличить наши дни? Является ли данный ученый из ученых ахли-сунна или же он из тех, кто противоречит им? То есть в первую очередь община должна свидетельствовать о нем, о том, что он на истинном пути, о том, что он человек богобоязненный. Как, например, возьмем пример четыре имама. То есть община за свидетельство о их праведности, о их придерживании прямого пути, об их богобоязненности. И они стали, по милости Аллаха, имамами ахли-сунн, 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 ахли-сунн. Как, например, имам Абу-Ханифа, рахмуху Аллаху. То есть он является имамом ахли-сунн, ахли-сунн. Желаем мы этого или нет, нравится нам это или нет, он из числа имамов ахли-сунн. Однако в отношении имамов, ученых, мы также должны придерживать середины. То есть да, он имам из числа больших ученых, но он не является обезопасенным от ошибок. Просим за него милостью Аллаха. И также не допускаем того, чтобы кто-то порицал его. То есть если в то же время есть какие-то вещи, в которых он впал в противоречие в Хуране-сунне, мы их разъясняем, но никак не осуждаем имама за это. Проблема, говорит, в наши сегодняшние дни является то, что в каждом вопросе люди начинают возвращаться к поисковику, как к Гогол, например. То есть спрашивают фатвы у людей, которые вообще неизвестны, мусульманин ли он? Да. Например, человек заболеет на сегодняшний день. Что будешь делать? Даже, говорит, какая-то маленькая болезнь будет. Что ты будешь делать? Ты будешь искать хорошего врача, лучшего врача. Пойдешь к нему, он тебе выпишет как лечиться, да? Ты сразу же, говорит, пойдешь, купишь что-нибудь, и начнешь лечиться? Купишь лекарство, откроешь, начнешь читать анодацию к этому лекарству. Ты убедишься, что именно лекарство, именно от этой болезни, прежде чем выпить его. После того, как было лекарство? И чувствуешь, что ты не так, да, с тобой? Ты сразу останавливаешься, перестаешь пить, и опять возвращаешь врача? Это то, что связано с твоим телом. А что тогда говорить о том, что связано с твоей религией? Ты должен, говорит, быть избирательным своей религии. Не слушать каждого, кто говорит. И должен брать фатфу только лишь у того, чьей религией и знанием ты доверяешь. То есть ты берешь фатфу того, который известен в общине своей богобоязнью, своей праведностью, тем, что он делает дела с ответственными знаниями, идущие по прямому пути. Я скажу вам что-то. Инсан не салли ассалом в джама. Например, как человек, который, в принципе, никогда в джамаате на вас не читает. Будешь ли ты у него спрашивать о общественной молитве, о джамаатской молитве? Что он тебе может рассказать? Он тебе скажет, что намаз в джамаате не является вазивом. Как, например, человек, который не учит Куран. И придет к нему другой и спросит. Я говорю, хочу выучить Куран. Скажешь ли он ему, да, учи, будете ли он побуждать? Он сам, в принципе, не учит Куран и не знает, как его учить. Что он может посоветовать? И поэтому Аллах приказал нам кого спрашивать? «Фаскалу ахли الذкир». Аллах говорит Курану, «Фаскалу ахли الذкир». «Тут спрашивать обозателись на них». «Инин дигию и смеяться, кто cuenta моего нас. У них не извест. И если нет ни о себе, то вы его не понимаете». «Иначе ни о себе, что оно имеет ни о себе, так ли у вас на технике, что еще нет» «Онах не демон. Не демон. Мы вернемся кんな вне». «Ахатьаааа» «Онах не вернемся, и знаменитка не вернемся. «Ин фаскалу ахлийца» «Ин отдыху». «Ин демон. «Онах не вернемся». ученым у нас есть ученые есть большие ученые и мы не должны возвращаться просто кучу мы должны возвращаться с их бросок большим ученым которые как рабами до который из достигли высот до знания это знание это есть религия поэтому требование знания это как просто как обычай людей или же это поклонение аллаху поэтому любое поклонение не будет принято до тех пор пока в нем не будет искренности и класса и не будет следования за пророком слава и человек скажет например я хочу идти по этому пути буду брать из больших ученых я буду только читать книги будут читать его книги читать его фатвы что будет через какое-то время что будет потому что он читает его книги лакин хаада ярдерина у нас ла аруфы белья и луа арифа тарика ссахих маада я ходу дмит а если человек уберет знания от неизвестных людей которые не знают как преподавать и долгом будет то что он будет подобен им альте таполь фулан ибн алкайям мантуллапман мантуллап шейхал ислама ибн тайми как вы заметили к примеру ибн алкайям он чим студентом являлся он будет он является учеником шейху салам тайми алян тахручь баадо кутуб индана баадо бассейн баадо шруха то есть что мы видим говорит распространяется некоторые послания книги да разъяснение лаа ала калакар китов же и дука и течет говорит это хорошая книга говорит а это дарс муфит это и полезный урок манна и манна с махуан фиады ла яна с мая ла унас ла аруфа белья и ва лакара и ла унас ла юарова астана анна у меня сонна ау анна у меня али сирам металл гогол мэтсэн а ведь кого мы на сегодня мы будем слушать те кто говорит о которых мы ничего не знаем я лежи говорит вообще мы не знаю чем мусульмане или те кто начать как например люди которые возвращаются в гогол да и там халли ухави ухава ваэгараби алиэна швайя хана таян таян швайя парни парни факт ала мухим жиддан хаза лба мухим жиддан анна аддин йо хат миналки баа ваа ахан сила и здесь очень важной основой говорит является то что говорит знание говорит религия берется от больших ученых и не берется от маленьких я аль-нан татьяна фатва фи ла кида нем хлопи нем говорил это connections нет там шем uncertain ты примешь ты а татяна fit ва фи ль ги erre и придет with the горосавдив съемья т.м мухим мего обем арге од нет те Если мы от него принимаем вопросы Ахиды, разве не будем принимать вопросы Фитха? Сегодня наши дни удивительное положение. В вопросах Ахиды они возвращаются к шейху имен Базу. А в вопросах Ахиды они возвращаются к каким-то неизвестным людям. Поэтому мы должны отличать тех ученых, которые идут по пути пророка Сазана, по пути Сунны, и от тех, которые противоречат им, противоречат основам. Даже если тот из ученых, который противоречит Курану и Сунне, даже если он приводит доводы, доказательства из Курана и Суны, то есть приукрашает те, да? Ты же будь с большими учеными. И ты должен разделять между теми и этими. То есть, ну, так же мы не должны бросаться в рассуждение, такой является ученым, такой не является ученым. Это не лежит на наших шеях. Ты, говорит, расслабься, бери от больших ученых, и все, говорит, я больше ничего не должен волновать. И Аллах знает об этом лучше. Да. Бааду.